почему я люблю вставать рано мы я давно играю в большой теннис мы играем собираемся большим коллективом и привыкли это делать очень рано потому что в это время это очень удобно большой теннис очень красивая игра особенно для наблюдателей со стороны но когда ты берешь ракетку первый раз в руки ты понимаешь что все идет совсем не так как ты себе это представлял мячик летит не туда ракетка не туда ты двигаешься совершенно не так как эти парни профессионалы как этот рафаэль надаль или как роджер федерер вот и понимаешь что далеко еще до совершенства такое же ощущение абсолютно такие ощущения вас посещают когда вы начинаете заниматься новым делом я думаю что наверное любым новым делом и вы это скорее всего на себе испытали и в частности и сетевым бизнесом если вас вводят профессионально в этот бизнес если люди которые вас пригласили ответственные за вас тогда вам проще и вам раскроют основные фишки тогда в большинстве случаев часто бывает так что тех людей которые вас пригласили в бизнес вообще рядом нету и от кого то же нужно получать информацию так вот есть такие секреты в этой профессии которые даже профессиональные сетевые маркетологи до сих пор не знают 5 лет 10 лет сетевого маркетинга просто или как то не представляют себе таким образом и как раз для того чтобы вы вошли в эту индустрию правильно да я постараюсь вот сегодня один из таких секретов открыть и давайте начнем со следующего подойдем как обычно как маркетологи до 10 процентов людей в социуме по статистике по наблюдениям обожают продавать и не лягут спать если сегодня кому-нибудь чего-нибудь не продали 90 процентов которому относится большинство все мы это делать ненавидят и с удовольствием являются покупателями вот например мне сейчас принесли чай я просто испытываю огромное удовольствие того что я это часть себе заказал и могу себе позволить попить с утра чайку так вот любая компания сетевого маркетинга обращается к вам прежде всего для того чтобы вы пользовались ее продуктами да и когда вы подключаетесь вы относитесь к категории довольных покупателей и для того чтобы создать большие товарообороты как раз и нужно обращаться кому 10 процентам или 90 конечно вы скажете 90 процентов для того чтобы создать большую товарную группу от которой большой товарооборот от которого вам будет компания выплачивать комиссионы но давайте посмотрим что происходит в дальнейшем в дальнейшем в любой компании есть требования подтверждение ежемесячной квалификации для этого нужно приобрести объем продукта и это называется личный квалификацион товарооборот краеугольный камень этой индустрии потому что здесь работает принцип дупликации и если вы не будете пользоваться продуктом компании то почему вы думаете что люди которых вы пригласили тоже должны это делать они делают то же самое что и делаете вы и этот личный товарооборот всегда имеет определенный объем неважно какой в данном случае мы не привязываемся какой-либо компании ну например 200 баллов например на эти 200 баллов вы можете приобрести для того чтобы получить комиссионные от своей структуры которые вы наработали которые наработали в этом месте вы обязаны приобрести определенное количество продуктов например на 200 баллов если вы это требование не выполняете то вы теряете или все бонусы или часть бонусов большую часть бонусов в этом месяце но зачастую в большом количестве компаний продукция на эти 200 баллов значительно превосходит есть второе такое понятие ваш объем личного потребления например вам в день нужна булка хлеба если вы купите вторую она у вас останется потому что вы не сможете ее съесть лично эти 200 баллов может входить такое количество продукта которое у вас будет оставаться и вы в течение месяца не можете его израсходовать лично вам это не нужно для потребления а в следующем месяце вам опять нужно приобрести продукт на сумму 200 баллов потому что только в этом случае компания вам выплатит все комиссионные от вашей структуры таким образом получается что вы в течение года вкладывая инвестируя каждый месяц деньги в закупку продукцию ну квалификационную свою опцию вы создаете у себя большой запас неизрасходованного продукта как правило он накапливается под кроватью на полочках там дома в гараже в тех местах куда приходят ваши знакомые в тех местах куда приходят ваши друзья ваши родственники и они начинают хихикать посмеивается и так далее что как бы ну как у вас там бизнес там и так далее а если вы еще начинаете им предлагать этот продукт то есть друзья приходят к вам на встречу чтобы подружески пообщаться и так далее они совершенно по другому настроены а тут вы превращаетесь в такого навязчивого продавца почему потому что ну этот продукт лежит в него вложены определенные средства и у вас есть два выхода или это продать или это подарить тогда да потому что продукт накапливается так вот фишка и секрет внимание сейчас я уверен что большинство из вас уже догадалась да в чем дело фишка заключается в том что когда вы рассматриваете любую компанию нужно узнать какой личный товарооборот в месяц вы обязаны делать для того чтобы подтверждать свою квалификацию и эти два показателя должны совпадать то есть объем вашего личного потребления пожалуй может быть даже превышать должен ваше требование квалификационное личного товарооборота который вы должны делать в таком случае все будет нормально у вас с вашим бизнесом продукта не будет оставаться в моей компании например мне всегда нужен еще дополнительный объем то есть я всегда приобретаю больше потому что то что мне нужно для подтверждения моей квалификации я сам уничтожаю быстрее чем в течение месяца ну у меня еще большая семья и мне нужны нужен дополнительный продукт что же происходит в компаниях которые у которых обратные показатели да личные требования личного товарооборота для квалификации превышает объем личного потребления причем значительно иногда ну например это могут быть там фильтры для чистки воды могут быть там различные бытовые средства бытовой химии может быть чаи там и так далее все что угодно да но у вас это накапливается накапливается вам приходится это продавать и вы превращаетесь из из довольных покупателей вас постепенно компания переводит в недовольных продавцов вы ложитесь с головной болью не от того что вы кому-то сегодня чего-то не продали а от того что у вас накопленный продукт вам его некуда девать и чего бы с этим делать в итоге вы выходите из бизнеса ваше знакомые ваш круг общение и очень близкий этот который побольше получают от вас этот сигнал это негатив это недовольство и вы возможно скорее всего вы выходите из бизнеса вы говорите что этот бизнес неудачный это скажем так никому не нужно и сетевой маркетинг вы не поняли этот бизнес не очень хорош и возможно скорее всего вы правы потому что это ваша точка зрения и вы имеете на нее право но как раз секрет заключается в том чтобы лучше именно на старте разобраться в том какие квалификационные требования в компании и сможете ли вы им соответствовать если не сможете то может быть нужно выбрать другую компанию потому что здесь очень много успешных людей которые получают и 10 и 20 и 30 и 40 тысяч долларов и вы можете одним из них и если компания этому не соответствует то это еще не значит что вся индустрия не работает вот это такой небольшой секрет я очень рад что у меня такая возможность есть поделиться этой деталью я сам ушел на доверие но шел к профессионалам людям больше десяти лет занимающихся этим бизнесом поэтому я просто я этого тоже не знал но я был уверен что все будет нормально возможно не у всех так по жизни складывается да что профессионалы приглашают бизнес поэтому лучше это сразу узнать но буквально на первых встречах я об этом уже знал